Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 31 мая день Феодота, назван в честь святого мученика Феодота, еще задолго до своего мученического подвига, святой творил много добрых дел, он всемирно боролся против вожделений плотских, хотя и пребывал в законном супружестве, но вел борьбу с плотью своей, покоряя ее духу, считал пост началом и основанием всякого благого дела. Умерщвление тела считал обязанностью каждого христианина. Жажду богатств святой побеждал у стерпной раздачи всех своих богатств нищим. Этот день славяне связывали с дубом. Дуб был символом могущества, чистоты, славы и веры. Впоследствии из дуба стали строить церкви. Рубить дуб считалось большим грехом. Его валили в строго определенное время, объединивших всем селом, для того, чтобы разделить тяжесть греха. Под дубом проводились свадебные церемонии. Молодые шли к дубу, взявшись за руки, после чего три раза обходили дерево вокруг. После этого их брачный союз считался священным. В православной церкви почитали памяти мученика Федота и семи дев. Федота на Руси считали помощником весны. В народе говорили, придет Федот, последний дуб лист расцветет. Если на Федота дуб разворачивал листья, это к богатому рожаю. Сегодня старались посеять лен, при этом приговаривали. Сеет лен у семи ален. Приметы. Если дуб распустил листья раньше ясени, лето будет засушливым. На дубе листья развернулись и стали быстро расти к хорошему клеву щуки. Замечали. За сырым маем чаще всего следует сухой июнь. Туманы в мае к плодородию, грозы к обилю, а горад к неурожайному лету. И вдогонку вот Сергей Матвенко тоже голодает. Итак, девятые сутки голодаю. Сегодня давила сильно грудь, выпил столовую ложку керосина. На голоде. После этого из кишок выскочили три каких-то шарика. Давит грудь. Поставил на грудь банки. Силиконовые банки вытягивают волдыри с желтой жидкостью внутри. Что это? Ну, после этого грудь стала давить меньше. Жена прокалывает их и заливает антисептиком. Стеклянные банки такого не вытягивают. Температура начала расти 37,2, а стала 37,3. Далее пишет. А если после приема содового раствора через рот кишки очищаются, то есть сода проходит от желудка до кишечника, выходит, захватывает за собой содержимое, стоит ли тогда делать клизмы? Почти закончились девятые сутки голода. Вот у Сергея Матвиенко из-за такого подхода могут быть серьезные осложнения. И это связано с тем, что вообще не понимаете, что такое голод, как он действует, какие механизмы разворачиваются, и как этому помогать. А здесь все делается так, чтобы этому, не хочу сказать препятствует, человек думает, что вот тут можно чем-то помочь. И реакции на голоди от употребления керосина, от употребления соды и прочих вещей могут быть настолько неожиданны, что потом трудно будет с этим разобраться, как из всего этого выйти. Если вы доверились голоду, значит доверились. Голод, чем туда не дальше, что он делает? Вот представьте себе, у вас организм, в организме имеется лимфа, то есть межклеточная жидкость, в которой как раз вот содержатся различные вещества, отработанные, не отработанные, если вы принимали лекарства, то там огромное количество лекарств и так далее, и тому подобное. И организм на голоде это все должен нормализовать. И вот эта вся масса начинает потихонечку сдвигаться, идти к органам выделения, все это начинает нормализоваться. Это все идет постепенно. Помимо этого совершается ряд совершенно иных еще действий, разворачиваются иные механизмы, чтобы все это нормализовать. То есть переход на внутреннее питание, это же надо перестроиться, запускание процессов очищения, запускание питания больше через каналы полевой формы жизни. Полевая форма жизни строит зародыш. Вот когда произошло зачатие, как строится будущий человек зародыш? Да именно полевая форма разворачивает вот эти все механизмы, которые начинают выстраивать тело. Так вот, вот когда вы начинаете голодать, и полевая форма жизни, именно, она запускается, чтобы по мере энергетики, которая у вас имеется, плюс того, что она еще может взять, нормализуется тело ваше, тело, функции и так далее, так далее. А вы тут только, опа, керосином, а потом, опа, содой. Это все, как бы сказать, это же не просто ввод какого-то вещества, это ввод информации. Это дополнительно какая-то нагрузка на все эти механизмы, которые разворачиваются, а тут только, ох ты, вот она еще. Вот это все, вот эти вот жидкости, которые откуда-то выделяются, там, легкие, кожа и так далее, и так далее. Вот это все должно выйти с вас. Поэтому вам надо помогать. Ну, а чтобы там, без этих банок, тут просто более активное движение. Тут, будем говорить, голод идет не, как бы сказать, можно, знаете, голодать повышенное, как бы сказать, количество дней, а именно, что я имею под этим. То есть, можно мягко себя расшлаковывать. Недельку поголодали, то есть, вы часть сбросили из себя, организм там. Недельку поголодали, еще часть сбросили, ну, через какое-то время, грубо говоря. Потом уже можно две недельки. То есть, организм, как бы сказать, дозированно выбрасывает из себя и органы выделения, и жизненные силы, они, как бы сказать, могут выбросить из себя то, что у вас накопилось за 3 дня, за 7 дней голода. Но если вы без вот этого всего пытаетесь сделать 18 дней, то с вас вот эта вся масса настолько сильно сдвигается, что органы выделения не успевают все это выводить. Тогда организм начинает поднимать температуру, чтобы хоть как-то это сделать. И человек просто-напросто может сгореть. Он не может перенести голод, потому что слишком много всего выделяется. За 37 лет куча там лекарств, куча там всего-всего накопилось в организме, и эта куча не может пролезть через органы выделения. Поэтому начинается вот это вот в легких отдышка, потому что легкие включаются в выделении активно, а они к этому не приспособлены. Вот эта вот жидкость, вот эти все эти токсины и так далее, и тому подобное. Поэтому, не зная броду, ну не лезьте в воду. Я как начал голодать 40 суток, что я сразу голодал, сколько там я, 18 лет затратил на то, у меня были свои собственные ошибки, и так далее, и так далее. Прежде чем я понял, как это должно осуществляться, но хотя бы я начал постепенно, и то, я говорю, там, куча всех этих ошибок была, прежде чем это научиться делать, я думаю, что я все сказал, что кого-то может ожидать во время голодания, которое длится больше недели. И особенно, если организм человека еще как-то ослаблен там, предыдущим лечением, либо же возрастом, либо еще чем-то. Не допускайте ошибок. Все ведите правильно, все ведите не спеша, обдуманно, и тогда будут великолепные результаты. В противном случае, не столько, ну вот, если такой голод, в котором употребляется керосин, думают употреблять, вот это вот, промывать желудочно-кишечный тракт с помощью соды и прочего, могут быть такие реакции со стороны организма, что даже как-то трудно сказать, к чему это может привести. И плюс выход. Выход. То есть, одно дело, вот если вы ведете голод, вы понимаете, что может ли ваш организм с ним справиться, хватит ли у него сил. Потому что, чем туда не дальше, тем разворачиваются более мощные механизмы, которые и выбрасывают из себя, и ведут одновременно восстановление, обновление, на все это требуется энергетика. И если в это что-то вмешивается со стороны, как мы думаем, что сейчас мы улучшим, на самом деле это приводит к совершенно иным последствиям. Запомните это. И не запускайте ошибок, о которых я вам рассказывал. постепенно, не спеша, и тогда вы получите все, что может вам дать голод. Исцелить, обновить и омолодить ваш организм. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик, и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал, и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!